добрый день дорогие друзья ну что ж очередной репортаж байки из мастерской сегодня хочу показать один момент скорее всего он будет и полезен только новичкам потому что мастера которые уже большой опыт изготовления ножей об этом все знают но не почему-то об этом молчат для всех новичков и я в том числе основной проблемой когда начинаем слесаре клинки это является зона река со заходы чтобы они были ровными чтобы они были красивыми уже пересмотрел кучу видео разных мастеров то есть мастера кто-то показывает более нормально там анзор допустим я по его видео очень много посмотрел как он делает заходы еще некоторые мастера посмотрел но в большинстве своем мастера показывают как они слесали где там что там как там поставили какую ленту рассказали и все и показывают уже более-менее готовый продукт и только на одном зарубежном ролике там какой-то мастер не знают с какой он страны у него некоторые этот большое количество роликов там по термообработке как слесарить на руках как там держать в общем все это и в одном моменте в одном видео я увидел когда он слесарим но слесарим на руках но думаю если он на слесаре на руках то почему бы этот метод не перенести на приспособу потому что я на руках пока еще не умею криво получается вот так вот он обратил внимание и показал это крупным планом что чтобы вот этот заход был ровным то есть как вот например здесь ровным когда мы начинаем проходить слесарий мы ленту натяжным роликом смещаем относительно площадки миллиметр на 2 но он показывал примерно таким образом что если у вас есть допустим толщина там клинка два с половиной миллиметра вы смещаете ленту в данном случае в моем случае вправо где-то на 2 миллиметра ну по толщине клинка как он сказал и когда вы начинаете работать у вас получается вот такой вот аккуратный ровненький заход и и используя эту методику до конца слесарки у вас получается вот этот заход ровный он получается полукруглый и потом когда вы доходите к обуху он у вас получается вот таким вот образом вот так если же позиционировать ленту вровень с площадкой то у вас получается ровный заход просто ровная полоса здесь он получается видите с небольшим радиусом и когда я буду здесь слесарить на обратной стороне с этой естественно я смещу ленту относительно столика влево тоже на миллиметра 2 она здесь будет при работе немного деформироваться и будет такой заход сейчас я старым актерокси сделаю первоначальные задам углы для спусков вот на другую сторону потом поставлю новую ленту актерокс у меня есть это 1250 она у меня висят надо их использовать потом буду переходить на 1600 вот пока до использую уже потом приобретать не буду 1250 и уже когда я буду перейду на непосредственно на съем спусков я еще раз включусь и покажу как это происходит допустим когда я уже до слесарю где-то до середины клинка вот такой вот иностранный лайфхак пробуйте предыдущие клинки которые слесарил я тоже делал по такому же образу и вы знаете получается действительно аккуратно вы видите по метке где как и куда главное что когда вы начинаете сформировали вот здесь вот именно заход то клиента уже при том когда вы начнете царе она уже сюда не уходит она кладется именно попадает в то место в которое вы уже сформировали именно вот в этот заход ну что ж включается чуть позже посмотрим что получится и так что мы имеем дошел до серединки работаю актероксом классно кстати лента рекомендую приобретению работает очень агрессивно очень быстро сейчас у меня стоит 34 герца на частотнике этого вполне достаточно можно если новая лента можно ставить почти 40 на большой скорости будет резать очень хорошо но с актероксом не все так просто именно по поводу того что я говорил смещаю чуть-чуть относительно опорной пластины вправо влево чтобы сделать вот такие вот заходы смотрите в чем в чем особенность актерокса актероксом по себе очень жесткий жесткая лента она очень твердая по крайней мере если сравнивать в сэм узкой 36 в сэм узка 36 немного мягче и то есть но понятно они когда новые немного немного если поработали они все равно жесткие то есть край но не сильно будет заламываться чтобы формировать вот этот участок но когда вы начинаете работать следите всегда за вот этим участком потому что если лента будет новая у вас может быть прорезать просто ровный край очень агрессивный он у вас будет делать очень такую яму поэтому надо аккуратно следить но в любом случае слесарку делаете можете спокойно делать на актероксе при таком вот заходе до примерно 85 процентов готовности и потом уже переходить на сороковую там 80 120 в процессе последующих операций у вас вот этот зона захода и всего остального она выровняется и будет у вас аккуратненько ровненько и все перед тем как уже сюда доходить я возьму ковырица циркуль вернее штангер циркуль да и проведу такую пол полосочку чтобы посмотреть чтобы спуски сравнять одинаково с правой с левой стороны и потом уже буду плавно выходить на обуху чтобы вот здесь поворот был максимально одинаков ну что ж пока сейчас продолжаю 36 макероксом вот такая вот поверхность после 36 ленты уже говорю на нем уже отработал наверно клинков наверно 6 я заслесарил еще в хорошем состоянии и поэтому работает уже не так агрессивно как новая рисочка совершенно по-другому смотрится потому что на новом там прям право выбирает с бешеной скоростью и там довольно таки явно выраженная риска здесь она тоже есть но уже значительно мельче так ну что продолжаем потом уже в конце когда буду переходить на финишные мероприятия уже все покажу так запись пошла еще один момент еще один момент по поводу того работы на ленте актерокс это для тех кто кому интересно так я уже ранее говорил лента сама по себе очень жесткая то есть и съем металла идет вот этими верхушке вот этих пирамидочек и он снимает очень агрессивно и может быть вот такая вот вибрация то есть не знаю будет слышно то что я буду говорить сейчас постараюсь это все показать как это все выглядит это я к тому что когда вы работаете на ленте актерокс нужно очень жестко как говорится держать ваш бульдозер но у меня он легкий не тяжелый у меня с дюральки но может быть тяжелее у кого-то то есть нужно держать крепко прижимать к столу и держать потому что вот может вибрировать сейчас покажу если как я уже говорил частота 34 я поставил смещаем здесь такая метка где-то около 200 мм и начинаем я сделаю метки я сделаю метки сейчас будем снимать вы видите да идем вибрация идем вибрация поэтому нужно ее все время держать крепко чтобы она у вас на ленте не прыгала вот здесь у нас заход аккуратненько с ней проходим вот здесь у нас заход аккуратненько с ней проходим вот так продолжаем Съём потихонечку, потихонечку и до самого опуха. Вот смотрите, как ранее был съём и как сейчас. И теперь покажу ещё один момент. Сейчас приём, карандаш, алмаз, креска. Сломали вершинки и смотрим. Насколько стал агрессивнее съём. Можно и креска. Иногда, когда вы слесаете, иногда пройтись слегка, слегка не давя. То есть прошлись алмазным карандашом, сломали керамическое зерно и он у вас начинает работать. Единственный момент, что когда вы работаете на Актероксе, он снимает очень агрессивно. Лучше не давить сильно и, конечно, прикладывать усилия, но без фанатизма. То есть, когда вы начинаете работать, вы потом уже увидите, с каким усилием придавить, чтобы он у вас начинал просто грызть и снимать металл. То есть, вы это всё увидите, но это в любом случае нужно попробовать самим поработать. И тогда вы уже для себя поймёте, нужна вам эта лента или не нужна. Так, ну что ж, вот такие вот получается заход. В любом случае он сейчас повторится, дойду я до самого верха, пока не уберутся вот эти рисочки. И потом уже буду переходить на финишные мероприятия. Так, ну что, промежуточный этап. Вот сороковая лента. Сейчас поставил шестидесятую. Шестидесятую я брал на пробу серии 880. Работает она немного более, риска более однородная, наверное, скорее всего, по сравнению с 870. И она очень хорошо откликается на правку. Она может, как говорится, давно вот этим алмазным карандашом. Но, после того, когда лента новая, мастера об этом знают, можно работать на больших скоростях. Она хорошо вывезёт, когда она уже подсевшая, надо скорость уже уменьшать. Сейчас я буду, пройдусь несколько раз по поверхности шестидесятой ленты. Уменьшаю скорость до, наверное, двадцати шести герц. Включаю и буду смотреть. Таким же образом смешаю ленту чуть-чуть на сторону. И сейчас в основном буду прорабатывать вот этот участок, чтобы максимально быстро подойти к обуху. Но так как обух у меня ещё будет обрабатываться, потому что, видите, кончик у меня не сформирован. Я, когда буду немного дропить клинок, то тогда всё это выравняется и заходик вот здесь будет уже одинаково с этой стороны. Я сейчас финиширую с одной стороны, потом переворачиваю и буду делать ту же процедуру уже на обратной стороне. То есть уже почти доводить до физика. Чуть-чуть прошли, убрали. Прошли, убрали. Смотрим, сьём идёт хороший. Винтерка равномерно прорабатывается очень хорошо. На маленькой скорости можно чуть-чуть ввести чуть-чуть медленнее. Видите, да? Винтерка уже начинает завизываться и чуть-чуть оставляет уже заполированный. Поэтому не останавливаемся, приложили и сразу ввезём. Так, ну, я взгляну только, что можно чуть-чуть её поправить. Да, сьём потом, наверное, по-другому. Верно визона открылось. В общем, прорабатываем вот эту часть. Так, ну что, почти закончил слесарку. Теперь берём шаблончик, обводим, сколько нам надо его убрать по обуху. Вот такой у меня шаблон. Очень, кстати, удачная геометрия клинка. Сейчас дроплю здесь слегка. Потом прохожу по всей длине. Видите, здесь ширина где-то миллиметр и здесь миллиметр. То есть я сейчас вот это всё сниму и сюда я выйду уже с одинаковым, как говорится, к обуху подойдёт одинаковая линия. Потом сделаю небольшой чойл, сформирую до конца хвостовик. Ну и, в принципе, всё. Давайте я сейчас поставлю. А что ставить? Давайте я сейчас включу гриндер и буду. Лев до сороковая. Двадцать шесть вверх. Постоянно нужно охлаждать, потому что кончики обух тоненькие, сведения очень тоненькие. В общем продолжаю в таком же тенте. Потом уже пройду сквозь Brighton от компании G2 и уже покажу, либо еще включить, покажу, как я буду делать хвостовик, размещать и сделать его выравнивать клетчики и делать хвостовик чуть меньше. Так, теперь предварительно уже сделал, сейчас выровняю клетчики, чуть-чуть сниму еще хвостовик. Недавно я начал смотреть на гриндеры, которые используются за рубежом, то есть американские, японские, испанские, ну кто на что гораст, какие мастера используют гриндеры, начал смотреть, читать про них. И я понимаю, что вот КМТ, да, гриндер он хороший, но здесь по сравнению с теми гриндерами, которые я видел, здесь масса, куча недоработок. Недоработок первый. Момент это, вот эти, давайте их назовем условно рога, вот эта скоба, на которой крепятся ролики, опорная площадка, которая вставляется в ригель, то есть вот это основная часть. Вот это расстояние здесь составляет, там сантиметра 4, наверное, максимум, то есть если вот так вот брать, их здесь 4. То есть плечики с этой стороны по 90 градусов, мы не можем сюда попасть, потому что у нас упирается хвостовик в эту скобу. При том, что на заграничном гриндере вот эти бычьи как бы рога, как они там называются, на некоторых сайтах я увидел, то есть до края площадки и до вот этого места, то есть вот эта скоба, просвет, составляет 110 миллиметров. Есть больше, есть меньше, но там не мешает вот эта хрень. Если вы режете уже на плазморезе, либо на гидрорезе, ну сделайте вот эти рога, вынести вперед чуть-чуть больше, сделайте здесь расстояние, чтобы можно было хвостовик, при том, что здесь хвостовичок. Здесь хвостовик всего, сколько он тут, 7 сантиметров, 7 сантиметров. С этой стороны мы можем сделать 90 градусов плечика, здесь мы ни мы хрена не можем сделать, то есть мы надо отмечать здесь с двух сторон, отмерять, переворачивать и с этой стороны рисовать и ловить вот это вся эта фигню. Это крайне неудобно, это просто неудобно. Дальше, вот за счет вот этого маленького просвета мы не можем никак залезть вот сюда и посмотреть, как у вас здесь куда-то нам заходит или еще куда-то, потому что вот просвет здесь всего 4 сантиметра, здесь вот эта скоба шириной крепежная, шириной она сколько у нас так, 24, 3 сантиметра, она стоит, ну хрен как стоит, она просто стоит, при том, что на западных, на некоторых моделях америкозовских, там вот эти скоба, она стоит под углом и крепится почти практически под роликом, то есть вот это все, это просвет, в который не мешает вот здесь никаких этих, здесь вот эти крепления, то есть если вы поставили сюда клин, поставили клинок, на эту сторону, так, поставили, да, зажали, поставили струбцинку, зажали, подводите его сюда, и тут он у вас, если, допустим, угол наклона увеличен больше, это у меня такая струбцинка, но у вас ее может не быть, обычную струбцинку, которая, вы ее херак, и упираетесь в это крепление, соответственно, надо опускать столик, он опускается ниже вот этого отметки, чтобы вот сюда заходила эта струбцина, и вы смотрите теперь вот так сверху вниз, что не совсем комфортно и не совсем удобно, то есть масса недоработок, которые, ну, по большому счету, здесь не составит большого труда изменить геометрию вот этих, этих, сделать даже вот этому узле, переместить, сделать уже их, зачем их 3 сантиметра, здесь вполне даже и 2 сантиметров, переместить крепление выше, сделать крепление под самым роликом, чтобы они не мешали, и вот эти рога вынести вперед еще сантиметров, ну, пускай даже, чтобы просвет между столиком и вот этой частью, хотя бы был сантиметров 10, чтобы можно было спокойно туда позиционировать с этой стороны, можно было ставить, делать плечики, хвостовик помещался, но, к сожалению, у нас это не продумано на данный момент, и поэтому, когда это будет, вообще это будет реализовано или нет, надо, кто увидит Николая на выставке, объясните ему, пожалуйста, наше пожелание. Ну, вопрос по переворачиванию, это отдельный вопрос, ну, вот по Ригелю, это третий вопрос, ну, как-нибудь я сниму, как говорится, сниму видео конкретно по всем этим узлам, по тем, ну, замечаниям, которые у меня есть на данный момент, именно по вот этому. Вот, и я уже даже подумываю о том, чтобы сменить, купить просто от американского какого-то гриндера, купить вот эти рога, они уже продаются с роликами, с этим, с опорным столиком, но там рога сделаны еще больше, то есть, здесь можно залезть со всех сторон. Здесь мы можем залезть только с одной стороны. Ну, в общем, ладно, это по гриндеру. Сейчас делаю небольшой, как говорится, чойл, формирую, заканчиваю с этим, и покажу, что получилось. Так, ну, все, закончил очередной клинок для ножа Проныра. Итак, смотрим, вот такие вот заходы. Это, как я ранее сказал в начале видео, что когда мы смещаем ленту либо направо, либо налево, в зависимости от той стороны, которую мы обрабатываем, то мы, вот этот загиб, край чуть-чуть загибается, и получается аккуратненькие, ровненькие заходы. Это, как говорится, самый простой способ наименее закосячить, потому что, ну, кто так слесарит руками, я не умею, поэтому для меня этот более оптимальный вариант, чтобы сделать ровные, одинаковые спуски с двух сторон и заходы в зоне рекаса. Вот такой вот клинок после всех манипуляций. Это вот после гриндера. После ленты скотч типа скотч-брайт. Это от компании G-Tool. Очень классно работает лента. У меня их две. Одна, и сейчас я еще пройду, чуть-чуть сделаю другой, как сказать, машинный сатин. И можно уже собирать. Сталь на клинке H12MF. Вот такой вот получается. После 120-й и после вот этой ленты. Свел я его. Ну, вы и сами видите, как я его свел. Вот здесь он практически. Да, он заточенный. Ну, вот, естественно, что перед заточкой надо пройтись слегка по всей длине режущей кромки. Сделать одинаковое сведение. Так, допустим, где-то 0,1. И уже надо затачивать. Сейчас я поменяю ремень на другой. И покажу, как это все происходит. Так как скотч-брайт стоит, треманский, достаточно больших денег, то я брал в компании G-Tool два вот таких нетканных ремня. Ремня и вот такую вот их пасту розовенькая. Очень хорошо работает. Это, по-моему, 100 какой-то. А вот это, по-моему, 240. Работает достаточно бодро. Ох-ху! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и... И на этом все. и на этом все вот такой вот получился клин все что сегодня я хотел вам показать я показал он еще даже подточился чуть-чуть здесь где-то 02 потом здесь а здесь уже видно здесь чуть больше проработал ножек засоченный ну что ж вот такой вот проныра будет сталь х12мф она уже проверена очень жесткая обрабатываются достаточно тяжело ну тем не менее современные ленты актерокс 3 мавских и в сэм овске подбираем абразив подбираем скорость и никаких особых проблем нет ну что ж надеюсь новичкам которые ступили на эту скользкую дорожку делать ножи видео может быть было полезным я тоже новичок еще много чего не знаю но к сожалению на наших русскоязычном в ю тубе много чего но какие-то есть нюансы о которых мастера предпочитают молчать поэтому все приходится искать на зарубежных на этом все всего доброго пока пока